Еще несколько лет назад семья Кривовых проживала в доме 1837 года постройки, в полуподвальном помещении по договору социального найма. Но вскоре жилье это признали непригодным. Часто из-за топления, возможность обрушения здания и постоянная сырость и плесень, которая у Елены Петровны вызывает отеки. Семью решают переселить в новую муниципальную квартиру. Эта жилплощадь была без ремонта, но зато сухая. Администрация выбранному подрядчику дала задание квартиру отремонтировать. В декабре месяце еще как-то мы справлялись. У нас в смете были предусмотрены ряд пунктов, которые также не были исполнены. То есть плиты наличия не было. Плита была только вот, то что они были при сюда с помойки, так ее и оставили. Розетка и вилка не соответствовала, значит, для того, чтобы ее включить. Это вот такие технические. Вачок унитаза, он как один раз нажили, так он и не работает до настоящего времени. В процессе проживания у нас начинается что? Так как технологический период выполнения работ был нарушен, окон подрядчик не мог померить несколько раз и возил, перевозил туда-сюда, а температурный режим на улице уже перепады начались, то есть стало прохладно. Соответственно, все было мокрое. Итог. Стены не высохли после ремонта и обои начали плесневать. Отчего уезжала семья, к тому и вернулась. И тогда Кривовы потребовали, чтобы подрядчик и городская администрация ошибки устранили и провели обработку, чтобы плесень извести. По словам женщины, на ее обращение внимания никто не обратил. Последним выходом для семьи стало посещение прокуратуры. Установлено, что 5 декабря 2016 года по договору социального найма Кривовы и члены ее семьи были обеспечены жилым помещением, непригодным для постоянного проживания. Так, в ходе проверки было выявлено, что в квартире отсутствовали межкомнатные двери в зал, в кухню, отсутствовала электрическая плита. Окна балконной двери не позволяли использовать их по функциональному назначению. Кроме того, электрическая проводка не была привезена в надлежащее состояние. Бездействие должностных лиц администрации города Ульяновска повлекли нарушение прав семьи Кривовых. Поэтому прокуратура обратилась в суд с требованием устранить нарушение. Результаты работы городадминистрации будут известны позже. Для России это не первый случай, когда муниципальная квартира оказывается непригодной в итоге для проживания. Буквально несколько месяцев назад жительница Сыктывкара получила квартиру по договору соцнайма с останками прежнего жильца. В зале на полу огромное гнилостное пятно, по всей квартире невыносимый запах. Не выбросили и личные вещи, и испортившиеся продукты. Таким образом, муниципальное жилье, как и любое другое, обязано быть в надлежащем состоянии, ведь это не подачка. Новые жильцы и в первом, и во втором случае законно требуют соблюдения своих прав. Анжела Забашта, Александр Кудряшов, репортер 73.